Кто меньше всего платит за коммуналку, так это жители энергосберегающих домов. Во Владимире он такой пока один, на улице Сак-Иванцетти. Жильцы дома на солнечных батареях платят за отопление всего 25 рублей за квадратный метр. Для сравнения, в квартирах на улице Растопчина за эту же услугу отдают почти в два раза больше. Как же помочь жителям обычных домов экономить? Коммунальщики предлагают устанавливать приборы учета. Пока они появились только в 70% многоквартирных домов области. Но чтобы реально платить меньше, к этому прибору надо приобрести еще и регулятор, который будет подстраиваться под температуру за окном. Регулирует объем поступления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. Не нужно подавать 10 гигакалорий на 9-этажный дом, когда температура воздуха на улице плюс 5 градусов. Этого делать не нужно. Это лишняя тепловая энергия. Но собственники за это будут платить. Прибор учета на дом обойдется жильцам в 250 тысяч рублей. К нему еще и регулятор за 100 тысяч. Такая экономия, возможно, не всем придется по карману. Разработчики новых энергосберегающих материалов предлагают другой вариант. Фасадная краска на основе керамической микросферы с нулевой теплоотдачей. Строители уверяют, это хороший аналог невзрачным поролоновым швам. По сравнению с традиционными утеплениями, я вот во Владимире тоже видел дома, которые, межпанальные швы замазаны пенополиуретаном. В результате, казалось бы, не такие старые дома, довольно-таки красиво выглядят, как облезлась собака. Такой материал прослужит до 10 лет и больше, обещают разработчики. 1 миллиметр такой краски якобы заменит 50 миллиметров минеральной ваты. Жители домов на улице Белоконской решили проверить ее свойства и дали разукрасить свой фасад. Жители писали заявление, вот у меня промерзает, соответственно, по факту заявлений производились работы. 600 рублей за квадратный метр по области – это средняя цена утепления многоквартирного дома. На коммунальщики предлагают и бесплатный вариант – не оставлять зимой открытой в подъезде дверь и не проветривать лестничную клетку. Павел Кузнецов, Татьяна Танилова, Илья Фомин. Владимир. Сегодня.